Несмотря на то, что мы ничем не можем заслужить наше спасение, заслужить Божию благодать, все, что мы можем, это протянуть свои руки и с благодарностью принять. Процесс нашего ежедневного возрастания во Христе требует твердого решения, воли и разума, требует усилий и посвящения во всех наших намерениях. Мы должны быть посвящены. Король Георг V, дед правящий королем, Льва Елизаветы, часто говорил своим сыновьям следующее слово. «Мальчики, помните, кто вы, и не забывайте о том, кем вы являетесь». Но я хочу сказать вам, что гораздо более важно для нас, верующих в Господа Иисуса Христа, напоминать себе, напоминать не только ежедневно, но напоминать себе каждое мгновение о том, кто мы. Кем мы являемся на протяжении этой серии проповедей, мы узнали из послания к римлянам, что наше спасение — это дар Божий. Могу я услышать вашу аминь, что наше оправдание — это дар от Бога, наше искупление, неописуемый подарок каждому верующему в Господа Иисуса Христа. Наше усыновление в царскую Божию семью не является результатом каких-то наших заслуг. Но после того, как нас усыновили, мы теперь носим новое имя нашей семьи. Нас облекли в одежды праведности нашего Господа Иисуса Христа. И теперь мы считаемся членами царской семьи, царя Иисуса. Мы теперь принцы и принцессы в царской семье. Поэтому мы должны постоянно, ежеминутно напоминать себе, кто мы. Мы должны постоянно напоминать себе, что мы должны жить как цари. Мы должны знать, как подобает вести себя членам царской семьи и как наши жизни должны отображать наше новое имя. Мы должны научиться своей жизнью чтить, а не срамить нашего царя, кто по своей милости принял нас как сыновей и дочерей. Для того, чтобы нам приобрести новую идентификацию во Христе, мы проходим определенный процесс. Я повторю, чтобы приобрести новую, идентификацию членов семьи царя Иисуса, мы проходим процесс. Поверьте в это. Это не одноразовое переживание, которое произошло, и все. Но это процесс, и этот процесс не закончится до того, пока мы не увидим Иисуса лицом к лицу. это процесс, постоянно идущий вверх и движущийся вперед каждый день. Друзья, это процесс, который требует от нас глубочайшего посвящения, нашего полного внимания. Несмотря на то, что мы ничем не можем заслужить наше спасение, заслужить Божию благодать, все, что мы можем, так это протянуть свои руки и с благодарностью принять. Процесс нашего ежедневного возрастания во Христе требует твердого решения воли и разума, требует усилий и посвящения во всех намерениях. Но тот, кто думает, что может жить благочестиво, полагаясь на собственные силы, тот в большой беде. Если вы думаете, что можете жить в послушании Христу, полагаясь на себя и свои силы, вы в большой беде. Послушайте внимательно. Хотя мы играем немаловажную роль в нашем освящении, и несмотря на то, что мы в ответе за свое хождение со Христом, и несмотря на то, что нам велено быть послушными Христу, мы не сможем стать подобными Христу без полной зависимости от силы Христа. Есть огромная разница между тем, когда мы время от времени оступаемся и впадаем в грех, и тем, когда мы намеренно по собственной воле живем во грехе, и когда для нас это норма, и мы даже не задумываемся и не анализируем свою жизнь. Давайте вместе откроем первый стих шестой главы послания к римлянам. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Буквальный перевод, конечно же, нет. Иуда, брат Иисуса по матери, говорит в своем послании в четвертом стихе, «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Если вы намеренно по собственной воле живете во грехе, умудряетесь находить рациональное объяснение своим грехам, то, послушайте, такая жизнь верующего человека просто недопустима». Почему же так? На это есть две причины. И мы находим их здесь же, в шестой главе послания к римлянам. Первая причина с 1 по 14 стих. «Те, кто был вырван из лап греха, не желают снова возвращаться в это рабство». Вторая причина с 15 по 23 стих. «Верующие люди, получившие свободу от греха, с огромной радостью, благодарностью и восторгом повинуются своему новому господину, Господу Иисусу Христу, Господу праведности». Давайте быстро рассмотрим эти две причины. Итак, первая причина. Важно понять, о чем здесь Павел не говорит. Так вот, Павел не говорит, что мы не способны грешить. Он не это имеет в виду. И мы больше поговорим об этом в следующей проповеди, когда доберемся до 7 главы. Я покажу, что мы очень даже способны грешить. Он говорит здесь не об этом. Не попадайтесь на эту удочку. Иоанн говорит в 1 главе, в 8 стихе, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем, да, мы очень даже способны грешить». Но те, кто веруют в Господа и Иисуса Христа, уже не под властью греха и не подчиняются Ему. Они не под властью греха. Верующий человек больше не повинуется греху, как своему Господину, как это было до принятия Христа. Верующий уже не беспомощен и может сказать греху «нет». Мы можем сказать «нет» греху миллионы раз, потому что мы теперь спасены, а в момент спасения Дух Святой запечатлел нас и дал нам новую силу, чтобы мы могли говорить греху «нет». Библия говорит в послании Иакова 4 главе 7 стихе «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Воззовите к имени своего нового Господина, призовите его на помощь, и он вам тут же поможет. Возможно, для кого-то это слишком упрощенно, но вы поняли. Основной смысл такой. Евангелие очень простое. Это мы его усложняем, но там все очень даже просто. Итак, Павел говорит, что истинный верующий не возвращается в рабство и не остается в этом рабстве. Надеюсь, вы это понимаете. Истинный верующий не вернется туда, не останется там, потому что он познал лучший путь. обратите внимание на третий стих. Неужели вы не знаете? Шестой стих, зная то, что... Девятый стих, зная, что Христос. Что же мы знаем? Мы теперь на территории Иисуса, а не на территории врага. Мы уже не под юрисдикцией сатаны. Никогда об этом не забывайте. Да, он может лаять, но он не может вас укусить. У вас теперь иммунитет в крови Иисуса Христа. Неужели не знаете? Неужели не знаете? Галатам 3 глава, 27 стих. Все вы во Христа крестившиеся, вы Христа облеклись. Теперь, когда вы отождествили себя со Христом, потому что именно это означает крещение, поскольку вы отождествили себя со Христом, вы не можете одновременно отождествлять себя и с грехом, это невозможно, потому что именно грех пригвоздил Христа ко Христу. Не стоит флиртовать с врагом. Помните, кто вы, дабы вам не стать предателем Христа. Давайте скажем это вместе, мы слуги Христа. Пятый стих, ибо если мы соединены с ним, подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения. Слава Иисусу! Хвала Господу! Что это значит? Это значит, что когда вы приняли дар веры и спасения, то каким-то невообразимым духовным образом, который невозможно описать, вы перенеслись в истории на 2000 лет назад и умерли на том кресте вместе со Христом. А потом мы вместе с ним воскресли в то пасхальное воскресное утро. Ведь это удивительно, правда? Для верующего человека, умершего для греха, было бы противоречием продолжать жить во грехе. Понадобилась бы очень извращенная логика, чтобы спорить и утверждать, что добровольная жизнь в грехе может принести вам еще больше Божьей Благодать. Какая странная логика. Но многие молодые проповедники проповедуют об этом. Я точно знаю, что если верующий человек перестанет ежедневно посвящать время Христу, перестанет общаться с Богом и строить с Ним близкие отношения, то я могу с уверенностью утверждать, что такой человек открывает себя для всякого рода проблем. Как ни прискорбно, но я знаю, что когда люди устают бороться с искушениями сатаны, они снова переходят на его территорию. Они сдаются и снова входят под его власть. И мы все должны знать, что когда такое происходит, мы должны тут же, незамедлительно, бежать ко Христу, вернуться на его территорию. Не зависайте на территории врага. Молодежь любит зависать. не оставайтесь там, чтобы вам снова не ощутить на своей спине боль от удара в плете. Но послушайте, худшее, что может сделать верующий человек, и, к сожалению, некоторые так поступают, они ставят одну ногу на территорию Христа, а другой ногой стоят на территории врага дьявола. вас просто переедут. Зрелище не из приятных. Спросите меня, я это знаю. Крайне важно не только жить на территории Иисуса, но не сообщать врагу ваш новый адрес. Посмотрим 10 и 11 стихи 6 главы. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе и Иисусе. Итак, да не царствует грех смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Ну и 13 стих, это потрясающее место, я долго размышлял над этим стихом и мог бы прочесть об этом целую проповедь. В 13 стихе нам дана иллюстрация свергнутого диктатора, который больше не имеет власти над верующими. Вы способны победить грех. И это моя вторая мысль из этой потрясающей главы. Вы можете победить грех, если с радостью покоритесь своему новому Господину, Иисусу Христу, Он любящий, милостивый, щедрый, благосклонный к нам господь. Очень важен отрывок с 15 по 23 стих. Чтобы его понять, важно понимать и контекст. Задолго до того, как был рожден апостол Павел, задолго до этого, римский сенат издал закон, который звучал примерно так. Если человек рождался свободным, то никто не мог сделать его рабом. Но в каждом законе люди находят лазейки. Люди систематически нарушали этот закон. Я объясню вам, что имею в виду. Человек рожден свободным, но у него закон через деньги. Ему нужны деньги, и вот он находит богача и говорит ему, «Ты можешь купить меня? Я буду твоим рабом, буду служить тебе всю свою жизнь». Что, правда? И тот отвечает, «Да, но ведь ты рожден свободным, но я лично позволяю тебе купить меня как раба». Он взял деньги, потратил их, а потом пришел с группой своих друзей, и они сказали, «Ты что, решил нарушить закон? Этот человек рожден свободным, а согласно закону, рожденный свободным не может стать рабом». В итоге этот человек терял и деньги, и раба. Особенно в империи, в которой вся экономика была построена на рабском труде. Представляете, сколько беспорядков это создавало в империи. Поэтому незадолго до рождения апостола Павла римский сенат увидел эту проблему и попытался ее решить. Они постановили, что если человек добровольно продает себя, хотя он рожден свободным, но если он продает себя в рабство добровольно, он остается рабом, потому что иначе это разрушало страну. Главная идея в том, что если вы продали себя в рабство, вы навсегда остаетесь рабом. Поэтому, когда Павел говорит римлянам в 6 главе и конкретно в 16 стихе, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Невозможно одновременно стоять в свободе во Христе и быть рабом греха. Невозможно быть одновременно и там, и там. должен быть только один Господин. Друзья мои, каждый человек на планете Земля, все люди в мире, абсолютно все, либо подчиняются Иисусу Христу, либо подчиняются сатане, как своему Господину. Выбор ограничен. Господина лишь два. Либо человек, раб греха и сатаны, либо раб праведности, раб от Матфея, 6 главе, 24 стихе, Иисус сказал, «Никто не может служить двум господам. Вы не можете не согласиться со мной, что эти страшные времена рабства ужасны. И слава Богу, что они уже в прошлом. Однако, послушайте, духовное рабство все еще живо, и оно процветает. Вопрос лишь в том, какому господину вы решите служить. Какому господину вы решаете служить в жизни? Я знаю, что в 21 веке сама постановка вопроса вас пугает. Все, кроме тех, кто сегодня в гостях в нашей церкви, прекрасно знают, что я никогда не был и никогда не буду политически корректным проповедником. Правда? Но я могу вас уверить, что я всегда изо всех сил стараюсь быть библейски корректным. Поэтому, пожалуйста, послушайте. Каждый из нас имеет господина, которому он покоряется. Вопрос ко всем, кто меня сейчас слышит. Кому вы, выберите служить. В 21 стихе Павел противопоставляет два вида рабства. Он задает вопрос, будьте честными самими собой. Оцените преимущества обоих видов, быть рабом сатане и рабом Христа, и сделайте ваш выбор. 21 стих. Рабство греха производит невыносимую вину здесь и сейчас, а также вечное отделение от Бога. Но в 22 стихе говорится рабство праведности. Рабство Иисуса Христа дарует вам свободу от вины и греха здесь и сейчас, и гарантирует вам вечную жизнь со Христом. 23 стих. Павел показывает полное противоречие между двумя видами рабства. Он показывает весь контраст между ними. Он говорит «Возмездие за грех, смерть, а дар...» Надеюсь, вы видите этот контраст. «Возмездие и дар». Давайте скажем это вместе. Скажем это вслух. Видите контраст? «Возмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная». Дорогие друзья, у греха есть возмездие. Надеюсь, вы понимаете. Вы грешите и пожинаете то, что заслужили. Плата за грех осуждения. Но Бог предлагает вам безвозмездный дар. Он дарит вам то, чего вы не заслужили, то, чего вы не могли бы заслужить никогда. Один из лучших подарков, который вы можете себе сделать, этот подарок не делает вам кто-то другой, а вы дарите его сами себе каждый день вашей жизни. И вы можете сделать себе этот подарок в любой момент. Когда вы принимаете важное решение, когда сражаетесь с искушением или злитесь на самих себя, или на кого-то еще, напоминайте себе о даре Божьем, не о возмездии, а о даре Божьем. Вы помните в самом начале сегодняшней проповеди я упомянул короля Георга Пятого. Он говорил своим сыновьям, помните о том, кто вы такие, давайте скажем это вместе. Один из них помнил и стал королем. Отец Елизаветы, королева. А другой забыл, кто он и всю жизнь был в изгнании. Он прожил весь остаток своих жизней отверженным своей Родиной. Насколько же более важно все это в духовном смысле. Помните, кто вы, не забывайте, кто вы. Помните о том, что вы член царской семьи царя Иисуса. Помните о том, что вы принадлежите Божьей семье. Помните о доброй репутации, добром имени вашей семьи. Помните, что через ваши вены течет кровь Христа, потому что теперь вы принадлежите Божьей семье, семье царя и семье Бога. Аминь. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Звездо. Продолжение следует... Субтитры